МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такую думку выказал старшиня Аблы Канкама подчас встречи с коллективом Рогачевского молочноконсервового комбината. По меркованию Владимира Дворника, зараз на первое место повинны выходить такие показчики, як рентабельность, прибыток и узровень зарплаты. Олег Сенсеров ознайомился с перспективами буйнейшего на территории СНД предприемства опавы творчасти молочных консервов. Рогачевское молочноконсервовое предприемство за 80-х годовой историей. В 1938 году его створили для вытворчасти молочных консервов. Сегодня тут каждые сутки перепрацовывается больше 770 тонн сыровины. По объемах вытворчасти этих же молочных консервов комбинат заявляется буйнейшим на территории СНД. За объемными показчиками у предприемства сегодня увогли усюю парадку. Рост промысловой продукции забеспечен и зарплата выше за леташний узровень. Разом с тым старшиня Абл-Ваканкама Владимир Дворник-Пиракананы, комбинат працует ни с тыми выниками, на какие сдольные, и называет причины. Огромная закредитованность. И при этой процентной ставке, конечно, они работают сегодня не на производство, увеличение какого-то объема, качество, но работаем на банк. Поэтому вот эта вот техническая модернизация проведена. И сегодня важно, чтобы была еще экономическая модернизация. Экономическая – это, прежде всего, руководство предприятия, специалисты, те, которые сегодня должны видеть результат работы в деньгах, в экономике, в рентабельности, в прибыли. На жаль, обойтись без кредитов. У Рогачевского молочного консервового мягчимостью не было. По прошлые годы тут проводится масштабная модернизация с открытием новых вытворчеств, что уже дозволило повеличить продуктивность працы амаль на треть. Теперь это сучасное по европейских стандартах предприятие, но все разумеют, без снижения затрат конкурировать на рынках будет складано. Отповедные планы складены, теперь необходимо их реализовать. Будем дальше также смотреть по всей сырьевой базе. Почему? Потому что мы уходим от всех сторонних организаций, в том числе и коммерческих, и особенно все второстепенные подрядные организации и цеха. В мином месяце Рогачевский молочный консервовый принял удел у международной выставки «Экспо-2015», которая прошла у Италии. А по конкретных плюсах сказать еще рано, а лепоевные домовленности с потенциальными партнерами уже есть. Поширение географии поставок для комбината – необходность, как задоволить потребы у внутреннего рынка, хапая и 30% выравляемой продукции. Россия занимает у нас в пределах 70% со всего. Армения, Азербайджан, Грузия, Туркменистан. Вот буквально на прошлой неделе проведены довольно-таки объемные переговоры с Турцией. Управнение с отповедным летучим периодом, вот творчество молока на Гомщине сегодня-то повеличилось амали на 14%. А это значит, что без работы комбинат не застанется. Перепроцовщики и сега с предприемства сегодня працуют одному цугу, але эффективность такого супрацовництва, поколь, далекая от идеалу. При хорошем уровне ведения этого предприятия, то экономика этого региона, сельского хозяйства, была бы на голову тоже выше. И тот объем средств, которые сегодня приходится обслуживать этому предприятию, я имею в виду кредиты, они бы пошли в сырьевую зону, развивали, повысили бы уровень жизни тех людей и заработную плату. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, Телерадо и компания «Гомель» за Рогачеву. В моментах попереджения дорожных сдарений с уделом неполнолетних пешеходов у Беларуси сегодня стартует специальное мероприемство «Увага, дети». По 5 вересня ДАИ закликая быть особливо уважливыми на дорогах. Напереды дни учебного года детям треба адаптоваться до интенсивного руху города. Так, у гэты перед автомобилисты повинны уключать близкое светлофар навыту светлый час суток. Гэтая мера необходная. По статистице, большая частка ДТЗ с уделом неполнолетних сдарается по вине дорослых. Данная норма обязательна для всех водителей транспортных средств. В случае невыполнения в этот период водитель будет привлечен к административной ответственности. У «Гомеля» обвестили незвычайный сезон полевания. С добычей стали Дедморозы-Снягурка, а замест сброи гораджанам пропоновали корыстаться объективами фотоаппаратов. Такая акция на минулых выходных разгорнулася на улицах областного центра. Она была закликана притягнуть увагу гораджан на оказание допомоги хворым детям. Наши корреспонденты так само отправилися на пошук головных новогодних персонажа. «Гомель» – 25-градусная спякота, гараж и асфальт, а в этом экстерьеры – Дедмороз и Снягурка. Любы жадают, что мог подвезти до Деда Мороза и покласти у мяшок подарунок. Собранные сродки и рейджи признашены хворым детям. Мы помогаем больным деткам, которым мы можем только подарить радость, привлечь внимание всех горожан, рассказать про их проблему и помочь собрать волонтеров, собрать подарки и сделать какое-то чудо, потому что это дети, которые нам показывают, что жизнь – это то, что именно здесь и сейчас. Мяшки у сего за пару годин наполнились школьными приналежностями, цацками и солодкими подарунками. Мы были удивлены, что в августе Деда Мороза, и нам стало интересно, что это такое, что это за акция. И когда нам сказали, что это для детей, которые не имеют каких-то возможностей, ничего-то не могут увидеть, то, что видим мы, и они помогают, это, конечно, очень хорошее дело. Мы сами хотим там поучаствовать, так как это добрые дела. А добро возвращается, если мы сделаем добро, то нам тоже будет добро. Что посеешь, то пожнешь. Дарежит ты, Гомельчан, хто поспел сфотографовать новогодних персонажей и разместить фото в интернете, чекая подарунок. Самый удашливый фото поля у Ниши отримает его 29-го жнивня. В этот день пройдет заключное мероприемство доброчинного марафона. На летней эстраде Центрального парка отбудется концерт, у яким выступят творческие коллективы Гомеля. Головными гостями мероприемства станут дети с регионального отделения Белорусского детячего хосписа. Вероника Врашилина, Дмитрий Радянко, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Якостные товары, доступная цена, дегустация продукции, выступления творческих коллективов. У Гомеля в минулой выходной на площади Полстане прошел масштабный кермаш «Аутлет Линейка». Его организатором выступила Гомельская коммунальная оптово-розничная унитарная предприемство «Аблгандрсоюз». Деяность гандлевых пляцовок оценили и наши корреспонденты. Стоковую ярмарку «Аутлет Линейка» на выходных посетило несколько тысяч гомельчан. В торговых павильонах, которые разместились на площади Восстания, был представлен самый широкий ассортимент продукции – около 15 тысяч наименований от 300 отечественных производителей. Всего же белорусские товары составили 95% от общего количества представленных на ярмарке. Выбор для посетителей колоссальный – от булавок до мини-тракторов. Порадовали организаторы не только разнообразием продукции, но и приятными скидками. По более чем доступным ценам можно было приобрести овощи, рыбу, полуфабрикаты и другие товары. Ярмарка организована на высоком уровне. Можно купить детские вещи по доступным ценам. Мероприятия очень большие. Вот у нас гости из России, им тоже все очень нравится. Концерт хороший. Так что за все большое спасибо. Разумеется, с учетом приближения нового учебного года актуальной остается покупка школьных принадлежностей, которые также были широко представлены на ярмарке. А еще более 500 наименований одежды, ранцы и тысячи пар обуви на самый изысканный и строгий вкус. Каждый смог выбрать себе товары по душе и порадовать своего ребенка накануне 1 сентября. Выбрали уже ему кофточку. Тут, в принципе, ассортимент хороший. И брюки, и костюмы есть, и обуви достаточно. Поэтому нас все устраивает. Есть что выбора, и обувь, есть и одежда школьная, и вот и на замену вместо пиджака, например, тоже одеть. Все можно подобрать. Масштабная распродажа, организованная Облторгсоюзом, в этом году уже вторая. Большой акцент организаторы делают на продвижении отечественных брендов. Сегодня наша промышленность выпускает товары, которые ни в чем не уступают импортным аналогам. И цена в связи с тем, что сегодня каждый считает свои деньги, цены сегодня демократичные. Эту же продукцию можно купить в сети, в других торговых объектах Облторгсоюза. Вы знаете, у нас на сегодня самый крупный торговый объект есть на Могилевской, на 16 тысяч квадратах. Там можно купить, опять же, всю продукцию, которая выпускается отечественными производителями. Каждый, кто пришел на ярмарку, смог не только с пользой провести время, сделав приятные покупки, но и получить от мероприятий удовольствие. Работа детских площадок, дегустация продукции, дефиле юных моделей в школьной форме, выступление творческих работников Облторгсоюза и их детей. Праздничная программа была насыщенной и яркой. Дмитрий Котов, Ольга Вальченко, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомеля» подвели выники 27-й областной спартакеяды работников с поживецкой кооперацией. На протягу двух дней кооператоры региона вызначали мощнейшего в таких видах, как шматборье, волейбол, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы и перетягивание канату. На спортивный форум собрались 25 команд. Колькость удельников – около 500 человек. За напруженной боротьбой на спортивных пляцовках назирал наш корреспондент Дмитрий Котов. Физическая культура и спорт – неотъемлемые составляющие в работе Гомельского облпотребсоюза. Именно кооператоры региона были инициаторами проведения подобных соревнований. Спустя некоторое время идею подхватили и другие областные организации. Сегодня работники потребкооперации из разных районов Гомельщины не понаслышке знают, что спорт дарит не только здоровье, приятную атмосферу дружеского соперничества, но и позитивно отражается на производственных результатах. У нас очень много работают молодежи, которые активно занимаются спортом, которые ведут такой активный образ жизни. И женщин у нас много в системе нашей, 80% женщин, из которых очень много у нас молодежи. Поэтому управление облпотребсоюза, наш областной комитет профсоюза не может это не учитывать в своей работе, мы обязаны это учитывать, потому что сегодня молодежь более креативная, более такая спортивная. Им интересно не только побывать на рабочих местах, но им интересно на сегодняшний день, конечно, активно участвовать в спортивной и не только в спортивной жизненной коллективе. Борьба разыгралась нешуточная. Здесь все, как в большом спорте, спортивный азарт и буря эмоций. Уступать никто не желал, каждый приехал сюда исключительно за победой. Были среди участников и свои фавориты, многие из которых подтвердили свой статус. К примеру, команда центрального рынка Гомеля уже шестой год подряд стала лучшей в перетягивании каната. Команда считает свое достижение закономерным, потому что ей известен секрет успеха. Регулярные тренировки мы занимаемся, не только перед соревнованиями, а вообще в спорткомплексе у нас часто происходят различные мероприятия такого рода. На торжественной церемонии закрытия были отмечены как отдельные участники, так и их команды. Общекомандное третье место у Гомельского райпо. Серебро у Будокошелевских кооператоров победителем, как и многие предыдущие годы, стала команда Житковичского райпо. Надо сказать большое спасибо нашему правкому, большое спасибо, надо сказать, организаторам соревнования. Соревнования проходили с большим рвением, все команды хотели, конечно же, выиграть, но говорят, что победит сильнейший. Стоит отметить, что менее чем через месяц в Гомеле пройдут соревнования уже республиканского значения. Из самых спортивных кооператоров сформируют команду области. К слову, наш регион четыре года подряд является лучшим по республике. Надеемся, что высокая вершина покорится нашим ребятам вновь. Дмитрий Котов, Евгений Макеенко, телерадиокомпания Гомель. Тыдень тому футбольный клуб Гомель провел мини-футбольный турнир сярод своих болельщиков. С поборницей выкликали серьезный интерес. Жадание удельничать выказали 32 команды. Одна зу знагород для переможцев – матч супраць тренерского штаба. Призовая гульня отбылася на базе клуба у Новобелицы. Заходом гэтага супрацстаяння сочил Максим Савин. Переможцем болельщицкого турнира стала команда под назвой «Працовные резервы». Ребята не утуевали, что за все дымарили поспробовать силу матча с профессионалами, нехай былыми. А тому тактику на гульню выбрали отповедную. Хотели давно сыграть с тренерами Гомеля, потому что одни профессионалы, поигравшие люди. С ними будет очень интересно сыграть. Мы будем играть от обороны. Дадим тренерам более. Пускай атакуют, и мы будем от обороны играть. Працовным резервом саправдысу предстояла серьезная команда. У нападений былые гульцы Гомеля Сергей Хижняк, Андрей Юсипец и Виктор Боррель. Владимир Гольмак и Вячеслав Ляучук в обороне. На воротах тренер голкиперу Андрей Сверков. Да раньше Владимир Гольмак выросшил отдать право кирования команды, выступивший только у якости футболиста. Правда, тренерская работа не давала про себе забыть. Стоит шляк ромки поля Владимир Гольмак подказывал партнерам. Сабровская атмосфера не снижала градуса на поле. Футбол был ярким, с вноством небеспечных моментов и забитыми голами. Матч завершился боевой ничьей 2-2. А львыник не головное. У нас этот турнир болельщиков собрало рекордное количество команд. Никогда столько не было, даже пришлось по кубковой системе играть. То есть это говорит о том, что мы как бы били, что болельщики, пожалуйста, приходите играйте. И довольно много людей отозвалось. Это говорит о том, что, во-первых, футбол в городе любят. Не всегда, скажем так, профессиональные игроки играют за деньги, а простые любители футбола играют на интерес. Переможцы в турниру сярод болельщиков чекают и иншие призы. Заслуженные узнагороды раздадут 30-го жнивня подчас матчу Гомеля с Жоденским торпедой Белаз. Максим Савин, Явген Макеенко, телерадио компания Гомель. И на этом наш выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Гнатенко. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова